Моя Родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь А как невеста, так ягодка Друзья, начинаем работу Ну, сами понимаете Переход на рутуб И каждый раз-то несколько минут задерживаемся Значит, смотрите сюда, о чем пойдет разговор Первые 10-15 минут Чуть ли не личные Лично я имею ввиду Что если я гражданин России То я рассуждаю как гражданин России А не это самое, где-то тут Дело в том, что Дела обстановятся настолько плохи Что приходится уже мыслить, так сказать, масштабами Как Чапаев, помните? Вот Поехали Значит, вебинар начался Перед вами фотография с прошлого вебинара Почему она, эта фотография здесь Объясняю Это не мой сад Это сад Нашего друга, моего И Елена Александровна Савинич Вот она Вот, значит И Хозяина сада мы зовем Пианист У него мои деревья И деревья Филиппева И на наше счастье Здесь нет дикарей И даже полукультурных нет Это значит, что Если у косточка, которую вы видите Специально сделали снимок с ней У нее два культурных родителя И оба 60-80 в лучшем случае И 100-120 грамм в лучшем случае Качество родителей Вот То есть У меня был звонок Сейчас из Анапы Я был в Анапе До сих пор Это самое Ничего я там хорошего не видел Хотя мы были Как это называется Мы были пикарями Ничего хорошего А в то время Я про садоводство даже не мечтал на риске И у меня ничего не осталось в памяти Так вот Звонит человек и говорит У нас присылает фотографии Возможно на следующем вебинаре Фотографии еще будут Ладно Немножко разберемся Итак Огромная старая деревья 30-40 лет Не плодоносят абрикосовые Вообще Я высказываю мнение А вы конечно там все режете и режете Нет говорят не режем Вот Просто уже рукой махнули Второе Ну конечно у них нет этих самых Половых партнеров Ну как нет Вон два дерева А еще три спилили И все пять Вообще ничего не давали Вообще абрикосов нет Я развел руками А человек же у меня заказ делает А что мне делать А мне не хочется его подводить Я начинаю его как бы утешать Человек покупает 20 сортов По 10 штук 200 Вот Затем присылает 5000 рублей И плюс пересылка И ответственность то какая Я утешаю его И задним себя И вот Почему не плодоносят Тогда я говорю А мне наоборот Наверное Именно В Сибири может быть найдется 2-3 сада С таким количеством абрикосов Тут вольно-невольно согрешат Потому что Если не отсюда пчела Оттуда пчела От третьего места пчела С восьмого места пчела Абрикосы 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 Ну тут-то Ну как мне Это самое Не заплодоносить Вот Возможно Есть причина Которую мы не догадываемся Казалось бы Анапа Почти субтропики Почти Мы же туда едем На курорт Не они к нам в Сибирь Вот Надо разбираться Я утешаю У меня Это же все гибридные сорта Даже то что у нее в руках У Елены Александровны Это тоже гибридный сорт У нее же два родителя И тогда получается У меня так С Дальнего Востока С Китая С Армении С Польши С Канады С Голландии С Украины С Россией Ну Дальний Восток Это Россия И тогда получается Что Посадив 200 штук Человек уже Опыт появился С сертификацией Я если 200 Начал лично С сертифицировать У меня 180-190 Взойдет Без сомнений Я же не просто Вам показывал Я хвастался Даже Посмотрите Как я умею Вот Я еще сказал Вот А теперь У меня страх А вдруг Деньги Выбросила Эта дама Будем С ней дружить Дальше Буду ей Подсказывать Учить И так далее Дальше идем Значит Если в этом саду Нет дикарей А она По самый юг Мы не боимся Что замерзлась Теперь не боимся А напа Тогда получается Что Ну станет Пародительницей Этих самых Сортов Сибирских Теперь уже Сибирских Посмотрим Идем дальше Смотрите сюда Вы видите Эту фотографию С прекрасными людьми Это не просто люди Это гордость Красноярска Это гордость Сибири Сказать Гордость России Я не могу Я очень сомневаюсь Что их знают Хорошо Ну может быть Кроме одного Двух В Москве Вот Что И так далее И так далее Тогда я решил так Благодарю Елена Александровна Вот она Справа Вторая Вот Она значит Мне это прислала И следующее Сейчас Поймете К чему я говорю Заранее скажу Закончив этот разговор Я Железов Старый волк Человек Который С одной стороны Как бы это сказать Сказать Что Я какой-то Выдающийся Не имею права Сад Выдающийся Значит Имею право Голоса Хотя бы Смотрим сюда Расшифровываем Потом поймете Почему Потому что Я призыву Москву брать На этом снимке Все Ученые Селекционеры Садоводы Садоводы Если смотреть Справа Налево Пирогов Вот Регалии Не буду Вот Почему Я сейчас поймете Пирогов Валерий Иванович Чураков Боб Валентина Лениновна Сурин Николай Александрович Вот А вот это Скажу Доктор Ноук Академик Профессор Поняли Так Сын Тихонова Владимир Алексей Геннадьевич Липшин Вот Суворов Петр Иванович Шабаев Николай Иванович Валентина Филипповна Иванова Савини Чередостанов Вот Автор Этого Всего Попова Наталья Михайловна Дальше События Такие На следующей Неделе Ожидается Конференция Плодоводства Семеноводства Интродукция Буду выступать Юбилей Сада Крутовского У вас 120 лет И 160 лет Сад Для рождения Основателя Сада Крутовского Я был В этом саду Я Для меня Я в шоке Это Не сад Это музей Но он остановился В развитии Лена Александровна Он остановился Дальше Никуда А рядом Ни сей Не забывайся Вот Вообще Дальше Пишет В Красноярске В Красноярске В двух газетах Они были Моими оппонентами Ну Тут еще Кроме них Двое Трое Которых нет На снимке Они были Моими оппонентами Мы спорили Но врагами Не стали Нет С огромным Уважением Друг 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 Меня Приняли В этот Круг Меня Не Материли Меня Не говорили Что ты Как эти Тимиряцовки Помните Кто ты Такой Не звать Тебя Никак Не Завор Так вот За что Я уважаю Красноярцев Это Красноярская Элита Но я Что Сделал Я разделил Как А На нас Стариков Нет Мы В душе Мы Все Молоды Мы Все Молоды В душе Но Если Заглянем Паспорт Дерем На Стариков И На Молодежь Теперь Берем Эту Молодежь Видно Нет Надеюсь Видно Смотрим Не Заглядывая Паспорт И Читаем Дальше Что я Пишу А я Пишу Следующее Добавим Сюда В эту Команду Молодежи Южных Сибиряков С дипломами Рыкалина И Железова Сергея И Отправим В Москву Тимирезовская Академия Тимирезовская Академия На грани Закрытия Не закрывают Только потому Что Стесняются Громкое Название Имени Тимирезова Огромные Позади Огромный Путь Пройденный Но дело В том Что Пользовать Нее Честно Скажу Все Что Я Посмотрел Мягко Говоря Ну В общем Если ее просто так закрыть От нее Убытка не будет А прибыль будет Миллиарды Рублей Потому что Она же Занимает Московскую площадь А там можно построить Гипер Супер Эти маркеты Поняли Нас их не хватает В стране Этих Супер Гипер Еще построить И тогда Получается Следующее Значит Что мы можем сделать Через пять Если вот эту команду Молодежь из этих Плюс добавим Рыкалина И Железова А почему мы добавим К тем маститам Рыкалина Железова Они тоже С дипломами Они тоже Садоводы Они уникальные Садоводы Они тоже Красноярский Край Поняли Шушенский район Пока еще Не отделялся От Красноярского края И вот эти Еще плюс двое И так Мощная команда И Через пять Шесть лет Лучший в Европе Плодовый сад Будет украшать Всю Российскую науку Вот то что я начал Почему Просто нормальный человек Двести косточек Заказал абрикосы У нее Если там действительно Вы понимаете Друзья Я же все стараюсь С технологией Вот Так косточки Взошли Пишут С одного района России И до колена Выросли Стоп Нет В следующем году Они вырастут До пояса А еще через год До пупка А нас там Не годится А я вам показывал Саженцы Которые За три года Три-четыре метра Помните Еще покажу Вот Есть Разница А они Те же косточки Причем Без особого Хода и там И даже супер Вот эти огромные Которые вырастают По два Два с половиной метра В год Они тоже Не требовали Никакого ухода Никто И не подходил И не поливал И не удобрял Вот Значит Что получается Берем Тимиренскую академию Запускаем Бульдозеры Если я Когда увидел Что там Хвойными Занимаются Ну ладно Вот Университет Где работает Мирена Санна Это университет Леса Раньше так По-моему Назывался Вот там Да В Сибири Не хватает Хвойных Ага А как же Вот зайдите Это самое К тайгу Там же нет Ни сосен Ни лиственницы Нету Ни ели Ни пихты И даже кедров нет Ничего нет Вот Они занимаются Одна Елена Санна Она Знаете Как она Почему я На ней Ставку сделал Она Там как Это самое Как бы сказать Ну единственное Который абрикосами Занимается И что такое Что не хватает Для Ничего Санна Правильно Сейчас объясню Ну по порядку Значит Не хватает Первое Пары Тройка Часто любимых Амбициозных Москвичей Нам без них Не обойтись Нужен олигарх Который не знает Куда деньги девать А тут Заработает Все место Даже в этом Райском саду Ему место Будет уготовано Если пожертвует Там Толику Вот Нужен академик Маститый академик Ну Красноярский Сейчас академиков нет Вот Нет Есть Но У него Другое направление Вот Дальше Нужен чиновник От науки Что такое Чиновник от науки Которого Высокий чин Это нужен Москвич Который скажет Все Как сказал бы Сталин Почему у нас нет До сих пор Это Почему Ведь когда Лукашенко Угощали отборными Яблоками И действительно Был передовой Выдающийся Фермер Он не спросил А где груши Сливы Априкосы А Черешни Персики Почему он их не спросил Это что Не может расти Белоруссия Если в Сибири растет И тогда И тогда Получается Что Все равно Президента Лукашенко Ставлю Пример Идем дальше Еще не все Вот Значит Сейчас Истань себе Что Сейчас Я тут Чуть-чуть Пролесну Чуть-чуть 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 Эх Разбил тема На две А может и правильно Долго говорить Люди устают Смотрите Что получается Я про Елену Сану Еще не закончил Сейчас вы поймете Дело в том Что Елену Сану Я решил Устроить В данном случае В первой половине Вебинара Ну Скажем Как-то На бенефис Вы же не обижайся Вот Если я тебя называю Дочкой А ты мне папой Только Куда ты денешься Папа Нельзя обижаться Так вот Случилось Следующее Валерий Константинович Здравия Это из Хабаровска Женщина Мы с ней дружим Да Дружим Но Знаешь Что мы должны Это Все время Только Друг о друге Хорошие говорить Валерий Константинович Что вы Женщин Подвергаете Все время Дискриминации Учить С детства Женщин Надо исключить Добоводство Это мои слова Я не сказал Исключительно Среди женщин Попадается Ну редко Правда Которая Это не уступает Мужикам Не в уме Запомните Знание И ум Это абсолютно Разные вещи Вы спросите Как я умудрился Закончить школу С тройкой Лучше учения У меня же тройка Была И несколько Четверок А потому что Умь и знания Это же разные вещи А вот памяти Нет Я же не могу Все вызубрить Так вот Если бы Савинич Обучалась Только больше Варить Пеленать И далее Не ее дело Как вам это То есть Она Мою идею Не одобрила Еще раз говорю Женщина 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 Раз Но это что Означает В данном случае Это означает Что Савинич И еще Третье Женщины Вот Они могут быть Двоечницами По математике Физике Химии И так далее И так далее Алгебре Геометрии Так Но быть Прекрасными Садоводами Вот что я утверждаю Вот Если Женщина Ничего Не может Понять В этих Самых В отрицательных Цифрах В Этих В дробях В Этих Самых А хоть Одна А может Объяснить Что такое Логарифм Вот Сто штук Поймаю На улице От головы Двое Сечения На плаху Положу Хоть Одна Ответит Что такое Логарифм Вот Так вот Значит Потерянные Годы Нервы А за это Время Можно было Девушек Подросток Всему Научить Всему Да Больше Варить Раны Перевязывать Вот Вот Представьте Себе Заканчивает Школу Да 11 лет А ей Были В 11 Классе Это Самый Макет Младенца И пусть Она Правильно Запеленала Правильно Вот Уже Это Надо Ну Это Тема Длинная В общем Мы Не пришли К этому Мнению Но Дело В том Что Именно Елена Санна Послужила Чем Пример Ага Вот Видите Елена Санна Вон У вас Какая Это Самая Умная Красивая Студентка И прочее Кстати Она была Студенткой С красным Дипломом Так Вот Я Ее Взял Для Примера Почему Мы Если Без Нашего Команды Без Без Десанта А Это Можно Сделать Только Сверху Насильственно Лукашенко Если бы Знал Такое Если бы Эта команда Жила В Беларуси Он бы Конечно Мог Это Устроить Вот Он 10 Гектаров 100 Гектаров У Железова Десятки Сотни Тысяч Семян Всевозможных А единственная На планете Коллекция Семян Даже Суперкультурных Которые Не замерзают Даже в Сибири Ну Неужели Я бы Отправляя Их В Москву Вот так Платочком Прослезился Вытер Глазки Там Самолета Утрапа Или На перроне Поезда Я бы Им не Вручил Чемодан С десятками Тысяч Семян Без Этих Семян Ничего Невозможно Вырастить И не Растят И не Могут И не Только Вот В Анапе Ведь Что Такое Наука Она И в каждом Городе Крупном Уже Волосых Центров В каждом Мест Ведь Чего-то Делают 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 Вот Нету Садов Нету Все Нотку Поддана Этим Мошенникам Сами Знаете Сама По себе Наука Садов Нету Высказался Дальше Сейчас Я Ладно Александр Я тебя Окончательно Добью Хочешь Вот Почему Потому что Моя мечта Чтобы На таких Как ты Нарыкали На тебя На твоих Друзей Рядом С которыми Ты стоишь Вот Я имею Ввиду Молодежь Вы поняли О ком Речь Так вот Они Могут Просто Сделать Настоящий Переворот Науки Настоящий А вы скажете А с чего Ты взял Но Получилось Следующее Раз в год Один Два Человек Говорят Я хочу Приехать Последние годы К вам Поучиться Когда Была У меня Собирались Толпа Специально Платили Не я Собирал Не я Вот Я только был Преподавателем Вот У меня в саду Проходили обучение Осталось кучу Материала Учебного Так На эту Тему Которую Правда Почти уже Никто Не смотрит Я всех Отправляю туда Вот Видите Ходили по саду Съемки сделали Ну Посмотрите Считайте Что вы были В моем саду Обижаются Вот Но если бы Вот эту команду Или нет Вот Я бы мог бы Обучать Ну как Представим себе Целый курс Студентов Мы Когда Елена Александровна Закончила Агрономом Свой курс Полностью Получила Красный диплом Я спросил Сколько таких Как ты Которые заняли Садоводством Никого Все это Университетская Программа Это все Называется Как там Пиво без Нет Водка без пива Деньги на ветер Так вот Без специального Обучения Обучение Диплом Выпускника Любого университета Это деньги на ветер И больше нигде Это пройти невозможно Нету негде Сейчас еще один Приведу Смотрите Я потом просто забуду Я хотел фотографии Подобрать Но не успел Но я зато После этого Посмотрел этот ролик Я успел съездить Деревню И снял фильм А фильм Вы помните И как попалась Как говорится К темам Итак Мне Железов Присылает ролик Вот А в этом ролике Значит Один из умнейших Толковейших И успешных Это редко в стране Садоводов Мне почему ролик Присылали Сказали Это или ваш ученик Или ваш Как бы сказать Союзник Он тоже За это За это Я включил ролик Я наслаждался Вот Ветки отрезать нельзя Утверждает Он Я устал В одиночку бороться Он Потому что Это самое Ветки отрежешь Корни не работают Ну логично А те Кто учит Резу Они хоть знают Что у дерева из корня Они наверняка Не знают об этом Они думают Что только От земли выше Вот Это их уровень А потом Значит Точно так же Идет Выплевание Холмы Это Много интересного Я слушал Как песню Слушал И вдруг Какой-то момент Я считаю Это одна Единственная его ошибка А вот Ирина Александровна Эту ошибку Не совершит никогда В чем была Его ошибка Вот Я понимаю Когда идет Пересадка Саженца Даже груши А речь шла о грушах И тут получается Что нельзя Отрезать Пол груши То есть Надо отрезать Иначе она не приживется Я доказываю это Вот Не отрезать Из количества корней У груши Самые плохие корни Ну Доказательства Фотографии Все в другой раз Вот Что это так И она Или умирает При пересадке Или еле жива И добавляет То что Никто не думает Отрезать крону Придумал это Допустим Настойчиво Не я может быть Но настойчиво Я Самый настойчивый Я И я говорю Вот Две Три Две трети крона Отрезать Лучше приживется Если корней нет Три четверти крона Приживется Еще есть шанс Что она приживется И тут же Которые Семечки Вырастили Грушу на месте Семечком Посадили Вырастили Подвой Привили На мой взгляд Подходить К ней больше нельзя Уж какие Даст плоды Такие даст Но у меня же Видели 30-35 летняя Груша Не одна Ну одна Одна не считается Одна из сотни Не мельчают Вкус не теряют Так Кроме одной Подчеркиваю Великолепная Вкусная Крупная Нарядная Это Да вы все Это знаете Прекрасно Вот Я сам В холодильнике лежат Уже начинает Портиться Самый сладкий Все таки жду Когда угощу И что получается Вдруг Те Которого я Уважаю Я уже несколько роликов Увидел На него ссылаюсь Другие Сравнивали нас Вот И вдруг Он говорит Вот тут саженец растет Надо Отрезать И он показывает Центральный штамп И они пойдут Ветки Вот так И к моему Огромному Сожалению Заметили Ролик не показываю Фамилию не называю Даже намека нет Обида будет страшная Это Всем говорю Я вынужден говорить Это его ошибка Почему Когда груши растут Вот так Я вам показывал Десятки И уже Наверное Сотни Вот их же роль Вот так они растут И должны расти Они защищают Крону А значит Растекается Вода так Что штамп Остается сухой Или почти сухой Чем дольше Стамп остается Сухой Тем дольше Срок жизни И вот те Кто гноит Груши Сделал только Вот так Чашу Так называемую Ну откуда Ладно там Это единственная ошибка Человека Которого я боготворю У нас так мало Единственная ошибка Может кто-то передаст Может когда Как бывает Комментарии Кто-то ему скажет Напишет Да вот Железов Против того Чтобы это Делать Чашу Именно у груш И тогда Темирязевки Когда-то Может тоже Замолчат Потому что Нельзя же Про эту чашу Долбить Долбить Она Самое главное Что чашу Еще терпят Яблони И сливы Но именно Абрикосы Именно груши Особенно груши Да не чаша Просто Смертельна Я когда Делал А чашу я делаю Для чего Сказать А попался У меня же Темирязевки Тоже Это самое Поморник Поморник Сам режет Людям Запрещает Так вот И буду Запрещать Сам режу Когда я Центральное Отрежу Пошли Ветки Эту Отрежу Вместо Одной Две Три Четыре Две Три Четыре И они Все равно Стараются Расти вверх Хотя я Специально Подчеркнул Все равно Не вот так А вверх Я это делаю Мне черенки Нужны И я смотрю Все это Делая Наблюдая Чуть ли не плача Зная Прекрасно Чем я занимаюсь Калечением Ради Выживания Я смотрю Начинает Штамп гнить Вначале Вот так Вот так Вот так То есть Там еще Выше Чистый А вот тут Уже Гниет 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 Уже метр Сгнил Полтора Два Господи Это Смотреть на это Человеку Никогда Понятно Идет армия У каждого Солдата Что самое ценное Было Вспоминаем Сушеные Абрикосы Места мало Занимают Набор Витаминов Кладезь витаминов Кладезь энергетики Вспоминаем Кстати Обидно Что у нас Сушеных Не только Сушеных У нас вообще Абрикосов Нет в стране Вы знаете Об этом Если сказать Один процент От того Что могло быть Это есть Абрикосы Что такое Один процент Правильно Есть такой Термин Медицины Исчезающая Малая величина Вот так И живем Нога руки Опустила Ни черта Не получилось И не получается Элементарного Не знают И так же И груши Это же Сама сладость Это как бы Я бы хотел Всех вас угостить Ко мне приезжают Гости Ну не каждый день Через день К Сергею Я всем Сою груши Груши Направляю на них Этот самый Говорю Ну Я не говорю Что они сладкие Я говорю Ну ладно И жду Как они будут Улыбаться Или кривиться Вот И Закончил этот разговор Сушеный Как он называется До сих пор Не знаю Толк Сушеный Абрикос Значит Сверхлака Доставали Живали Вот Обирали сил Воины И плевали Где Там где проходили И получилось Что Абрикос Это вот этот пояс Вот От Самого Моря До самого Моря Но На север Не пошел И у нас В стране Не задержался Обидно Страшно Потому что У меня бывали Сухие Невероятные Годы У меня бывали Такие мокрые Годы Что Думаешь Сгниет И когда Гнилые Эти годы Когда Холодно Сыро Лето 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 Сорван Этот Сезон Который Называется Санитарный Санаторный Когда Стоят Пустые Дома Отдыха Когда Это Никто Не едет Все Сыро Ни одной Помните Мой фильм Ни одной Этой Капель Ни одной Капель Этой Пятнышко На прикосах Это о чем Говорит Выдумали Причину В чаше Делаем А теперь Смотрите Почему Я А я думаю Для двух Чек Снимаю Для И для Того Неведома А или Олигарха Или чиновника Большого уровня Типа Министр И так далее Или может быть Академика Таким Авторитетом Что стоит Ему только Захотеть И вся Команда Вместе С Северной Санной Вот Поедет В Москву А я буду Платочком Махать Мокрым Платочком От слез Вот И С чемоданами Своими Семенами Пять лет И все Готово И ведь Это будет Почему я хочу Привлечь Олигарха Раз Чиновника Крупного ранга Типа Министра Два И академика Крупнейшего Три Потому что Без этого Команды Не будет Кому они нужны Там И даже Это Самое В гостиницу Не пустят Скажут Места нет Нет Ребята Это нужно Для того Чтобы Сейчас Покажу Наши люди Сегодня Пустят Оба Теяна Санна Завтра Скажу Павле Карину После Завтра Скажу Павле Сергея Вот Это Наши люди Которые Превзошли Достигли Невероятного Скажем Уровня Качества Качества Ума И качества Опыта Сейчас Вам докажу Вот И тогда Почувствую Это Вот эти Олигарх Раз Академик Два И чиновник Типа Министра Три Захотят Иметь Нобелевскую Премию Ну Пять лет Да потом Надо еще Пару лет Подождать Не сдохнет И все Это Красота Да первые Вот такие Плоды А потом Уже Можно И подавать Невероятную Премию А вдруг Захотят А вдруг Просто у кого-то Гордые за страну Ведь это же Реальность Ведь мы же С Байкалом Два Сибиряка Один С Абакан А другой С Шушевского района Терреса Янергорска Привезли Абрикосы Команда Была Привезти Абрикосы Все Все Было 200 организаций Вот Академики Профессора Только в этом Президиуме Ни один Не привез Ни одного А мне бы сказали Да их просто Нет Или не сезон А черешни Это одновременно С абрикосами Плодность и черешни Кто не знает Черешние вещи Сколько их Привезли Вот это Молодцы Абрикосов нет Значит Дупик в стране А теперь Смотрим Я вот взял Ну например Вот отсюда Вот отсюда 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 Это досье На Савельич Пусть это будет Еще пять минут Пусть это будет Ее Пусть это будет Ее Как я в первый раз Назвал Бенефис Я буду просто Показывать 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 И даже Постараюсь Не комментировать Вот она Учеба Когда я Смотрю Как Учат Прививать Мне стыдно За тех Кто это Кто экраны Подпускает Представляете Если бы это Плодоносило На Москве И вообще Ни черта Не плодоносит Ну что Можно ее Пускать в Москву Это ее работа Ее работа Ее работа Кто из ученых Умеет это Или это Так же Дуримаемся Мы с ней В стране Полно мест Где ничего Не надо делать Только косточку Посадить Все Не резать Не поливать Не удобрять Не подходить Один Ваулин Меня послушался Добился Гигантского Успеха Правда Забыл Чья технология Чьи Чьи Семена А так Все Молодец Один Поверил Анекдот Помните Спрашивает Явлея Ты пойдешь На сельхоз Работа Он говорит Вот А как это Мы вам дадим Тяпку А Тяпка С моторсиком Где вы видели Тяпку С моторсиком А где вы видели Явлея С тяпкой Вот Эта Дама Еще раз Второй раз Говорю Студенткой Была Когда она В компании С докторами И кандидатами Какая была Нагруз Как она смогла Пробиться Курсы по повышению Студентка Ничего Диплом получила Очередной Это Вообще Просто удивительно Я так удивился А мои деньги На дорогу Собирали Студентка Мы собирали Садоводы Любитель И о роботе Курсы по повышению Нагруз Нагруз 我要 Курсы по повышению Уatch Ч.: Продолжение следует... 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 Продолжение следует...